Я разработчик сервиса R&A Auto Stock, это Toolkit для продавцов на Амазоне. Если коротко, то упор в этом сервисе сделан на мониторинг и алерт, оповещение о значимых событиях. И не только значимых, обо всех изменениях в ваших товарах или товарах ваших конкурентов. Давайте пройдемся по функционалу более подробно. Значит, не буду описывать процедуру регистрации, там все довольно просто. Будем исходить с того, что у вас уже есть аккаунт. И первым делом я советую сразу поставить Chrome расширение. Вот ссылочка тут есть. Просто установите все. В принципе, можно обойтись без него, но с ним намного проще работать. И в принципе, я не вижу причин его не поставить. Сейчас покажу наглядно, как это можно использовать. Например, вот мы заходим на Amazon. И хотим трекать товары, например, в игре в лоб. Допустим, один из этих товаров наш. Пусть будет он там на второй странице, не важно. Мы берем промышленное название, нажимаем. И далее под меню... Подождите секундочку, у меня что-то экран покрыл. ...бираем AdLink is my product. То есть, эта ссылка является нашим продуктом. Нажимаем. Вот. Этот продукт уже у нас добавился в список наших продуктов. Ну, тот для примера. У меня уже был. Вот, он тренился. Что мы дальше можем сделать? Дальше мы... Поскольку у нас есть конкуренты, мы хотим их тоже трекать. Ну, например, мы вернемся на первую страницу. И... Нас интересует... Ну, например, этот. Так. Один момент. Мы... Поскольку у нас несколько товаров, выберем... Товар по молотеню. Вот как мы тоже добавили. К нему будем цеплять конкурентов. Вот, например, вот этот. Да. Не добавляем. AdLink is my competitor. Добавили. Ну, и еще несколько штучек можно. На наше усмотрение. Так. Вот сейчас в онлайне эта система погружает все данные о этих конкурентов. Ну, вот они вот появились на странице нашего товара. Что сразу мы видим? Это попадание по цене. То есть, насколько наш товар попадает по цене... По средней цене среди выгодных конкурентов. Ну, мы видим, что он попадает не очень хорошо. В данном случае выше, чем средняя цена. Поэтому 46%. Оценивает ну, по каким-то таким общим... Общепринятым понятиям качество листинга. То есть, там насколько много фотографий. Муллиты. И так далее. Отзывы. Вопросы. И качество отзывов. То есть, рейтинг их. Далее. Вот вернемся к этой таблице. Здесь вот это наши конкуренты, которых мы добавили. И мы их видим сразу. Сколько у нас там. Заберем, попробуем. Посмотрим. Появился у нас сток. По ним стока нет, видимо. Потому что не до сих можно определить. Да, товаров это возможно. Если Амазон выдает. Соответственно, изменение стока мы считаем до продажи. То есть, каждый день, если мы определили сток, то мы посмотрим, сколько мы продали. Ну, это стандартная вещь, которая, в принципе, встречается у других продуктов. Все знакомы с этим. Далее. что удобно здесь можно переключаться между листингами. То есть, это вот мы переключились на конкурента, на одного, на второго, на третьего. И вот сравниваем сразу описание и все остальное. это может быть удобно для составления листинга, чтобы понимать, где у нас там, что, просадка какая. Далее. По разделе вот alert и будет заполняться alert по данному продукту. К этому мы потом вернемся. Ну, а тут внизу графики, в которых будут отображаться изменения всех основных параметров цен, отзывов, продаж, без конверситов вопросов. Вот. Теперь, что мы еще можем сделать? Основная, одна из основных функций, очень востребованная, это отслеживание позиций по заданным ключевым словам. опять же, не обязательно, но удобнее всего вот это отслеживание добавить через расширение для хрома. Это делается очень просто. Берем так, какие у нас товары были. А, черненькие, такой, такой. И уже мы добавляем отслеживание. Сразу появляется фраза, по которой мы сказали. Нажимаем ОК. Так, что у нас там еще? Я не тоже самое с этим Watchlist. Вот. И в принципе теперь можем перейти в раздел Keyword Tracking. вот у нас появились эти товары. И их позиции первая, пятая. Вот они появились у нас. и более того, поскольку до этого кто-то уже отслеживал данный поисковой запрос, неважно по какому товару, у нас уже есть история накопленная по этому товару в том числе. То же самое поэтому ежедневно будет обновляться информация и вы сможете отслеживать позиции. Дальше что интересно у нас здесь. Поскольку независимо от того какой вы трекаете товар система собирает данные по всем абсолютно товарам первые 20 страниц. Он не обновляет информацию по интересующим вас, но сохраняет обо всех. И я подумал это было бы удобно использовать для генерации еще двух отчетов. Это первый из них это вот колоночка не убийств новички. Это новые товары, которые появились за неделю например. Это вот то, что появилось за неделю. То есть то, чего не было до этого. вот они появились. Можно отслеживать, смотреть, что какие тренды, что новое появляется на рынке. За день, это было неделю, это за день, а это те, которые попали у нас в топ-24 уже. То есть они у нас появились неделю назад, но как тут успели выбраться. второй отчет здесь же это растущий продукт. Ну вот по фитнес-болу пока не обнаружено. Ну допустим вот по пейби органайзеру они есть. Мы видим, что у нас появляются новые продукты. и начинаются они в 94 позиции, а сейчас уже 53. То есть вот с 17 марта до 3 апреля у нас такой рост. Порядка 11 позиций в день или 20 даже есть. Это опять же полезно отслеживать, что уже у нас растет очень активно. Можно переключить мастер растущий как мяло растущий. Так. Что у нас дальше? Отдельно мы можем трекать продукты. В данном случае мы трекаем все параметры, которые для нас имеют значение. это BSR, цена, отзывы, количество стоки и продажи. более того, трекаются такие вещи как изменение картинок, изменение моментов, изменение тайтлов. Все, что в этом списке есть, все будет фиксироваться и в случае, если у вас настроены алерты, вы обязательно получите оповещение об этом. возможно, это будет полезно. Опять же, на каждую можно нажатие посмотреть данную историю по теме интересную чем у нас еще. Это в этом смысле здесь напоминает Jungle Scout. как цепи много и вот стрекинг можно, например, если мы хотим добавить, например, я вам покажу. Заходим, копируем адрес данного продукта в странице, вставляем сверху, получаем свежие данные и нажимаем Track Product. Вот у нас этот появился в трекинге. Пока данных тут нет, особо только сегодня с него они действуют. Это альтернативный способ добавления трекинга к удобному вот топлому. То есть можно так нажать вот примит уже. А можно через это. Дальше все эти данные мы вбили и дальше остается в общем-то ожидать изменений и помещения в этом. Чтобы проверить примеру вот как они выглядят при синьи. То есть мы видим что у нас с какой-то конкурентами цену и ниже дальше что нас еще может интересовать. Самая интересная вещь которая нас может интересовать это отзывы. Совсем недавно добавили функционал отслеживания всех отзывов включая тексты и теперь любой продукт который получает новые отзывы если у него удаляется отзыва это сейчас довольно часто случается и иногда непонятно какой вызов удалили всегда можно будет это узнать все отчеты здесь имеются и они дублируются на e-mail это также можно настроить если интересует только отзыв мы выбираем только отзыв продажи выбираем только продажи также можно фильтровать по продуктам которые нас интересуют чтобы если вам кажется что вам приходит достаточно много информации и не что вам интересует то легко настроить какие именно вы хотите получать какие внутри системы и какие на e-mail также это можно кастомизировать для каждого товара или для товара последнее о чем бы я хотел рассказать это как довесок имеющимся функционалу это поиск по продуктовой базе опять же аналог как мне кажется с более удобным интерфейсом но это не основная функция сервиса но однако может быть кому-то она не годится также выбираете разделы какие вас интересуют устанавливаем фильтры если он большой как кавычнику отзывов там тоже немного отзывы похуже чтобы у нас было куда улучшать продукт например от 3 до 4 ну и цену в интервале таком побольше выбрать категории у нас побольше хорошо посмотрим кому-то пригодится этот функционал в любом случае будет бесплатный даже после запуска, то есть за него не планируют брать и какие деньги, но для себя какие-то товары от себя можно вытекнуть. Так, ну пожалуй, пожалуй, наверное, это все основное, что хотел рассказать. Так, по вопросам. Настало посмотреть, что там есть по вопросам. Так, где у нас тут вопросы? Вот, видим. Есть предложение развернуть таблицу, чтобы меньшее значение было сверху, а большее – худшее, снизу. А то по графику идет рост, а это получается, что плохо. Ну, то есть чисто… Скорее на меня вопрос, а предложение. По поводу того, что софт платный? Ну, конечно, будет платный в любом случае. На данный момент он тестируется, так что берите, пользуйтесь. Люди же не будут бесплатно это делать, то есть просто будет какой-то минимальный пакет бесплатный, ну, как всегда, все как всегда. Никаких изменений нет в любом случае, никто бесплатно работать не сможет. Бесплатный тариф, я думаю, что будет. И, вероятно, кому-то его будет достаточно, но для, естественно, профессиональных выдавцов, которые хотят только по полному функционалу будет. Ну, вот платный тариф, причем разный совершенно. Я думаю, что на них несколько пунктов ниже, чем на конкурентов в любом случае. Задавайте вопросы, что непонятно было, во-первых, во-вторых, предложения, и в-третьих, в принципе, у нас был интересный бы разговор, если бы были какие-то предложения по софту, то есть чего не хватает, о чем бы вы хотели, то есть какие направления мы не затронули, например, в этой программе. У меня как бы есть свои идеи, просто по этому поводу мы уже разговаривали. Вот, я хотел бы посмотреть, что требуется еще. Если, конечно, будут вопросы. У нас сколько? 23? Да, попробовать надо, это точно. Сейчас на данный момент 25 человек. 23, 25. Ну, это в любом случае все в записи в основном смотрится. Почему-то непопулярный формат лайва у нас вообще. У меня на начальном этапе до 150 доходило, это был моим рекорд. Так, ну вот вопросы пошли. На русском языке нет, потому что ориентация была изначально на англоязычную аудиторию, но, как я только что показал, там ничего сложного нет, и, ну, смысла переводить на русский, наверное, тоже нет. Вот. Но это не работы в США и Европе. В США, да, ну, как бы рассчитано США. В Европе в ближайшее время будут доработки для того, чтобы… Европа – это Англия и Германия. Да, мы сходим на сне, Англия и Германия. Рассылка на лайф есть. Это называется так называемое событие в Фейсбуке. Вот, так что других-других вариантов нет каждому рассылать. Я не имею физических возможностей и не знаю, как посоветовать. Создаю событие просто на Фейсбуке, оно как бы должно приглашать всех участников группы. Сколько времени тестить планируешь? То есть, когда выйдешь на платный, я так понимаю, формат? Ну, вот сейчас еще несколько вещей хотел бы доработать, и я так планирую, что в начале лета, вероятно, уже будет переход на платный. То есть, люди переживают, сейчас разберутся и сразу платный станет. То есть, ориентир – июнь месяц, не раньше. Так что… Ну, не раньше, это… Точно, но бояться того, что там раз и все, все врагули, тоже не стоит. Я думаю, у нас будет плавный переход. И те, кто сейчас тестит, они… Получат скидки. Какие-то, да, они привилегии получат, в любом случае. Вот, видишь, принцип работы Keyword Inspector. Ну, вот, так что я тебе о чем и говорил. Все это, конечно же, планируется, но вот сейчас хотелось бы завершить уже имеющийся функционал и начать уже работать, потому что на головном энтузиазме тяжело. И какие-то глобальные новые вещи хотелось бы делать уже когда-то. Ну, хотя бы видеть, кто эти люди пользуются. Хотя я уже сейчас вижу, что интерес есть. Расскажите по поводу ключей PPC. Что имеете в виду, не знаю. Ну, я разговаривал вроде бы сегодня. Еще раз объясню, вот по разделу Keyword Tracking. Здесь есть Points and Positions. И вот… Сейчас я экран открою, секундочку, в программе, потому что я говорю, там какие-то накладки. Не хочет программ работать. Показывай. Вот Sponsored Positions – это вот органические то, что выдается у нас в Амазоне. И Sponsored Positions – это те же товары, которые у нас в органике, занесены в список. Но в случае, если они находятся еще и в разделе Sponsored, они попадают еще вот в эту табличку. Как бы такой небольшой функционал здесь имеется. Ну, это нужно, в принципе, только для того, чтобы оценить, насколько мы высоко оранжировали по платным обновлениям. Ну, чтобы понимать, достаточно ли мы поставили вставочку или… на сколько это востребовано, это надо смотреть. Да, это не все. Так, следующий вопрос. Что тут у меня? Ссылочку потом скинем в конце видео. Я уже их рассылку делал. Еще, конечно, скинем обязательно. Какие? А, кстати, ссылочку надо будет еще на этот, на расширение, потому что у меня его не было. Дополнение еще планируется в программе… А, вот сначала вот это. При ресерче многие данные неверные. Например, количество отзывов, а некоторые товары вообще out of stock. Дело в том, что некоторые товары, они были загружены довольно давно, и сейчас как бы нет принудительного обновления этих данных. И, естественно, эти данные уже устарели. То есть, возможно, это тоже будет дорабатываться, но, как я уже говорил, этот раздел… Ну, скажем так, опциональный, как будто довесок идет. Несмотря на то, что я начинал заработку с него, наверное, вскоре понял, что, скорее всего, брать за него деньги, ну, будет неправильно, потому что даже Jungle Scout позволяет бесплатно пользоваться этим поиском. Ну, вот какие-то еще дополнения планируются в программе. Ну, как я уже говорил, во-первых, поддержка европейских амазонов, во-вторых, еще небольшие, видимо, будут отчеты на e-mail добавлены, ну, там, в виде дайзеста за неделю. Ну, например, тенее событий, не узнаете, тренды по продуктам, которые будут рассылаться раз в неделю. Вообще, рассылки – это вот то, что, я считаю, очень удобно сделано, и попробуйте, те, кто еще не зарегистрировался, просто добавить товар и все, больше ничего не делайте, и поймете, насколько это удобно. Ну, и неудобно. В принципе, многим нравится. Дальше еще небольшую наличку хотел бы добавить в раздел трекинга позиций, чтобы сразу тоже в табличке можно было посмотреть, какие изменения позиций влияют на продажи. То есть, ну, или рост по какой-нибудь ключевику, надо понять, что, как это выразилось в продажах или в МСР, в общем, связанных. Соответственно, вот такая штука еще появится. А как же это будет выглядеть, если у нас продажи идут общие, а мы не знаем, с какого ключа идут продажи? Как это будет понятно? Ну, увеличился по одному, БСР увеличился, а мы можем даже ключа не знать, по которым у нас идет рост. Да, там примязки, конечно, не будет, но, в принципе, если проследить так вот интуитивно, наверное, это можно в какие-то данные опираться. Конечно, быть пальцем неба. Ну, например, если у нас просадка или нет роста по всем плечам, кроме одного, а у нас один, например, вырос и продаживается, то, скорее всего, это он. Ну, это такой, как бы, пограничный случай. Ну, вероятно, что это... Ну, что надо подумать. Да, сейчас вот у меня лично была просьба именно в этой программе. Это действительно что-то типа Амза Скаута, Смешера, именно поиск позиций. Это один из вариантов, потому что на данный момент я пользуюсь только скопом, потому что Смешер не работает. Второе мое пожелание было, так как есть трекинг позиции в виде Амза Вана, мне интересна еще генерация ключевых позиций, а ключевых слов. То есть, чем отличается Амза Ван? Он показывает нам те ключевики, которые мы сами забили, и мы за ними следим. Это ключевики по осинам, привязанным и конкурентам, и нашим. А мне бы хотелось именно поставить не те, которые я придумал, а чтобы программа сама нашла. То есть, генерация ключевиков, по которым мой товар, ну, любой товар с осином, который заданно генерирует, ну, индексируется на Амазоне. Ну, и третий вопрос, конечно, это парсия в чужие ключевики. То есть, в принципе, что для меня самое важное, это вот эти позиции. То есть, одна первая поиска, это на поиск влияет товара, а вот эти вот именно на продажу товара. Потому что мы на Амазоне продаем, после того, как мы сделаем нормальный лист, через ключевые слова. Все. Вот Серега меня как раз и поддерживает. Идея понятна, да. Осталось лишь реализовать на это время. Да, может быть, подскажет какой-то нам механизм, да. То есть, за что зацепиться. Как принцип работы Keyword инспектора на данный момент надо понять, за что зацепиться. Может, есть программисты, может, объединить усилия какие-то. Потому что это реально самое важное, на самом деле. Потому что тем же Payperclick'ом мы пользуемся и Keyword инспектором только исключительно для того, чтобы парсить свои ключи, парсить чужие ключи. Все. Если мы могли бы это выдергивать, хотя бы пускай, хоть как-то, потому что сейчас надо моментов вообще такого. Асин инспектор раньше вроде нам генерировал, то сейчас вообще непонятно. Может, добавить проверку индексации своего товара. Так она есть. Здесь, как вам с Ивани, все это есть. Да, да, я понял. Загадка. Ну, в любом случае, все загадки не рано или поздно разгадываются. Просто надо как-то это разобраться в принципах всего этого дела. Но меня бы, честно могу сказать, хватило бы генерации ключевиков моих и моих конкурентов. Если бы мы прицепили к асину, к моему, к чужому, к любому и поставили, соответственно, их парсить, например, до 100 первых позиций. Все. То есть он прогнал, взял кейворды наши, взял, соответственно, по этим кейвордам, как Т9, какому алгоритму они там работают, я не знаю. И прогнал, в принципе, с привязкой именно на асин. И, в принципе, это было бы достаточно, такой принцип. Но это я, не программист, я просто так рассуждаю. Уж наш товар-то точно можно было бы, наверное, так проработать. Вопрос просто, как это сделать. На самом деле, прогнать-то вообще не проблема по какому-то списку вопросов. Ну, кейворды, кейворды наши. Вот наш товар хотя бы, чтобы хотя бы начать с самого малого, индексировать те ключи, то есть показать мне те ключи, по которым мой товар индексируется на Амазоне. Вот, как Сергей говорит, 20-30 позиций хватило бы даже. То есть первые две страницы, или первая страница большая, или две маленькие. Вполне, ну, я считаю, там чуть побольше, но не столь важно. То есть просто нужно понять, как нам генерировать ключи из описания товара. Кейворды. Просто бери кейворды, все, все, все. И, соответственно, в разном шахматном порядке, чтобы они могли его отставить, то есть как это назвать, я не знаю, я не программист. Кейворды достаточно. Все у меня, у меня четко все в кейвордах, то есть которые я лисинги делаю, это кейворды, которые индексируются. В принципе, Амазон обязательно это проверено. Вся эта колбаса, все пять страниц, 2000 символов, если надо. Вот, то есть здесь вот просто их варьируй, варьируй, мешай, мешай, мешай. Там привязывай Merchant Word, если надо, или какие другие программы, вот, которые тоже индексируют эти поисковые запросы. Потому что очень часто бывает, что наш товар мы даже в голову не можем понять, ну, вообще принять. Во-первых, что у него какое-то название американское есть в виде жаргона или еще как. То есть мы, в принципе, физически это не можем знать. И второе, например, там, я не знаю, большой стакан будут ведром называть. Ну, просто вот у них какой-нибудь жаргон такой. А откуда я могу это знать? Вот, веник большой какой-нибудь, пылесосом будут называть. Ну, фиг его знать. И по нему реально будет продаж, например. Идти какая-нибудь там группа людей именно так вот называет. А второй момент, это именно связано с тем, что есть релевантные и нерелевантные слова. То есть где реально мы индексируемся, откуда оказывается идут продажи. То есть по релевантным понятно, что мы торгуем перчатками для гриля. Все тут ясно. А вот где мои перчатки для гриля будут еще продаваться, к примеру, там, я не знаю, в оборудование для гриля, в аксессуары для гриля, в матах для гриля, в самих грилях, в электрогрилях, в деревянных грилях. Ну, короче, вариантов моря, вот, вот, в принципе, и все. В кивордах у меня это все есть. Пускай и не все есть, но в достаточном количестве, чтобы... Я просто знаю своих фраз там такое количество, а для меня важно, чтобы показать меня, где я нахожусь, на каких страницах. Понятная идея, да. Ну, можно это включить в ближайшие, так сказать, планы. Но насколько это будет готово к лету, тут вопрос. Насколько это будет просто сделать. По чужим, по чужим, я так понимаю, кивордом, как киворд-инспектор работает, вообще непонятно, как это делать. То есть, как их удерживать. Для меня, как бы, вот, нет разницы, свои чужие, потому что... Какая разница? Текст, и там, и там текст. Понял, понял. Короче, залезть туда в страну бессмысленно, а именно забиваешь ключи и проверяешь, индексируется или нет. Ну, да. Разные вариации. За это в моем киворд-инспектор сразу не покадывает сурстерн, а именно постепенно генерирует те ключи, где он нашел им этот товар. Видимо, так. Так, какие еще вопросы есть? Или опускаем человека? Ждем пять минут и по домам. Еще хотел напомнить всем, кто еще не знает, не слышал, не помнит. Все лайвы идут всегда, за редким исключением. За все время один раз только не было, когда я уезжал. Это понедельник-четверг в группе 20.00 по Москве или по Киеву. Насколько я знаю, в Москве вроде такое же время, как в Киеве. Соответственно, ориентируйтесь. Кому интересно. Есть, конечно, записи. Но, мне кажется, вопросы задаются более интересными. Но, видимо, я ошибаюсь. Спрашиваю, что надо установить. На самом деле, можно ничего не устанавливать. Это нужно просто зайти в посылочке, которую мы скинем. А скидывай прямо сейчас. Сейчас скинем. Конечно, что там. Я просто уже скидывал. То есть, в любом случае, надо постоянно скидывать дополнительно. Так, вот, я ссылочку скинул. Зарегистрироваться там и работать. А приложение дохрома, там ссылочка внутри. Оно просто упрощает работу, как я показывал в начале видео. Так что можно поработать, попробовать разобраться. Когда уже, если программа, точнее, не есть, она точно встанет платной. Вот, если она исключительно превратится, действительно, в коммерческий продукт, все зависит от нас. Найдем ошибки, будем дальше работать. Вот вопрос. Подскажите, пожалуйста, еще раз, как добавляй товар для трекинга через приложение, чтобы ключи отображало? Оно, как вот мы сейчас обсуждали, оно ключи не выцепляет. То есть, вам нужно самим задать в Амазоне или внутри интерфейса ключевое слово. Как Amzavan в точности. Да, да, в этом смысле, раз, как бы, тут ничего нового. Следующий лайф по этой программе мы проведем, когда какое-то новшество внесем, изменения, корректировки. И будем так, я думаю, ну, раз в две недели, там, когда будут какие-то обновления. И, думаю, уже люди, когда попробуют, больше будет понимания в плане того, какие недостатки, там, какие, наоборот, какие-то фишки, то что-то понравилось. Просто мы сейчас на Даймайне просто занимаемся популяризацией, чтобы больше людей просто пользовались. И чем больше будет пользователей, тем будет больше понятно, где ошибки, где проблемы. А когда уже поработаете, естественно, будет уже рад в предложении надеять. Ну, в принципе, я думаю, все, все понятно всем. Будут какие пожелания, вопросы, обращайтесь. Чтобы написать разработчикам, вот тут и фейсбук, и непосредственно можете там суппорт написать, то есть в любом случае. Обратная связь есть. Правильно? Да, там формы все есть. То есть какие ошибки будут, какие там проблемы, неточности, то есть, пожалуйста, скидывайте ссылки, скидывайте скрины, скидывайте. Ну, вот, то есть для этого, в принципе, этот лайф и провели, чтобы было понимание какое-то минимальное. Потому что это сырая программа, надо понимать. И сейчас, например, подробное видео описать по ней бессмысленно, потому что она еще, то есть, должна измениться. Все правильно. Ну, вот так что просто тестируем, работаем. У кого есть АМЗИВАН, сможете сравнить. Ну, в принципе, я думаю, все тогда. Всем удачи, всем пока. Надеюсь... Надеюсь, программа... Надеюсь, программа понравится. А, контакт... Вот, ссылку скинул человек. Я ссылку скинул внизу. Да, так что тут все есть под видео. Никто никуда не скрывается. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok